Привет, чувачки и чувачки! Вы на канале ДТФ, перед вами Паша Пивоваров, который уже успел сходить на новый фильм про Лару Крофт, посмотреть его и готов поделиться с вами своими впечатлениями. Если вкратце, то все не так плохо, как я этого ожидал. Но так ли хорошо, чтобы я советовал вам сходить на этот фильм? Давайте вместе разбираться очень-очень много разных сложных эмоций. Поехали! Лара Крофт Лара Крофт Лара Крофт предпочитает все-таки сбежать от трех подростков с ножом, потому что, ну блин, это три подростка с ножом, мало ли что случится. Она ближе к нам и в нее как-то больше веришь, если честно. Если вы со мной не согласны, то просто попробуйте объяснить, чем Лара Крофт Анжелина Джоли отличается от героини Анжелина Джоли в фильме Мистер и Миссис Смит. Алисия Викандер выглядит как Лара Крофт, которая полезет с вами на дерево воровать яблоки. Просто потому что она действительно в этом плане немного вот такая подсанка, авантюристка. Действительно, ты веришь, что она искатель приключений. А вот сомнения в сценарии, монтаже, спецэффектах, в общем, в качестве режиссуры, да, они, к сожалению, оправдались. Фильм вышел достаточно средним. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это не так плохо, как какие-нибудь там вот Ассасин Скрит или Хитман или другой Хитман. И это не ужасное кино, от него не хочется плеваться. Но в то же время это кино нисколько не выдающееся. Режиссер сделал просто. Взял сюжет из игры 13-го года, чуть-чуть его немножечко подправил, в принципе, неплохо. Добавил туда отвратительных деревянных диалогов, чтобы люди говорили так, как люди обычно не разговаривают в жизни. Первая половина фильма и концовка даже наполнены какой-то логикой. Посередине, правда, она пропадает, и персонажи начинают стрелять из автомата по врагам в укрытие, а по врагам без укрытия стрелять из гранатометов, не убивать злодеев, когда они находятся буквально в расстоянии метра и ничего этому не мешает. То есть, вот, было чуть-чуть не больненько в середине, но в целом фильм, ну, как бы нормальный. Знаете, когда-то давным-давно, я не знаю, сейчас идут или нет, по телеканалу СТС фильмы в 21.00, ну, вот, было вот это вот кино в 21.00 на СТС. Обычно это были фильмы, которые, ну, они не сильно врезаются в память, какая-то там, типа, «Дрожь земли» или что-нибудь там еще про акул каких-нибудь, но это были, в принципе, нормальные фильмы, которые ты смотрел, пока занимаешься чем-то еще. Так вот, «Лара Крофт» 2018 года — это кино в 21.00 на СТС. Это тот фильм, который в домашнем прокате на вашем большом телеке вы посмотрите, даже не купив Айтюнса, именно взяв на прокат. Но как фильм для большого проката, я не понимаю, для кого он. Фанаты Лары Крофт, есть ли реально фанаты, новый Лары Крофт, вот люди, которые прям вот фанатеют по этой серии игр, они не увидят там ничего интересного, потому что все это было в игре, в том числе вот это прекрасное падение самолета. Единственное, наверное, хоть как-то на полный спецэффект момент фильма. Люди, которые не угорают по Ларре Крофт, а зачем им вот этого копия Индиана Джонса? Это не выдающееся приключенческое кино, чтобы на него можно было идти в независимом, вот в отрыве от персонажа Лары Крофт. Спецэффекты это точно не сильная сторона фильма, это даже совершенно точно слабая сторона фильма, потому что поставили сцены не очень изобретательно, где-то прям кажется, будто ты вообще экранку смотришь, хотя я сидел в кинотеатре, там Лазар Аймакс, 3D, все такое. Нет, ничего из этого не работает. И это не летний блокбастер, это не зимний блокбастер, это не блокбастер вообще. Поэтому этот фильм должен был выйти на Netflix, вот в день его анонса, после какого-нибудь суперкубка. Возможно, то, что фильм по видеоигре не откровенно плох, а просто средний, это уже большая победа, и мы давным-давно геймеры ждали, надеялись, но, ребят, еще раз, я спрошу этот, я много раз давал этот вопрос, задам его еще раз. Зачем нам нужны фильмы по играм? Когда есть просто видеоигры, это охренительный досуг, охренительный способ провести время, узнать истории и проникнуться любым выдуманным миром, который хорошо написан. Зачем нам нужно какой-то субжанр прикладывать к этому нашему основному увлечению? Так что вот, вроде у вас выходные освободились, ребят, займитесь чем-нибудь полезным, интересным, ешьте больше овощей, гуляйте на солнышке, Лару Крофт посмотрите как-нибудь потом, сюжет вы все равно, скорее всего, уже знаете. А с вами был Паш Пивоваров, вы подписывайтесь на этот канал, потому что у нас здесь на ДТ выходит много классных новых видосиков, можете зайти буквально, вы наверняка что-то интересное пропустили, и смотрите наши трансляции в ВК, на Твиче, в общем, где бы то ни было. До встречи на любом удобном вам сайте.